МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кандидат президента от демократов и экс-президент Дональд Трамп, кандидат от республиканцев, встретились на теледебатах. Они прошли на телеканале ABC News, и наша пресса до сих пор, естественно, продолжает все это активно обсуждать. Певица Тейлор Свифт заявила, что на предстоящих в ноябре президентских выборах будет голосовать за Камалу Харрис. Дуэт «The White Stripes» обвинил Трампа в вопиющем присвоении, как было сказано, песни Seven Nation Army из-за предвыборного ролика, опубликованного сотрудницей его штаба. Ну и Конгресс посмертно удостоил свои высшие награды 13 военных, погибших при ВВД войск из Афганистана. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Вечером 10 сентября в Филадельфии, штат Пенсильвания, действующий вице-президент Камала Харрис, кандидат президента от Демократов, и экс-президент Дональд Трамп, кандидат от Республиканцев, встретились на теледебатах, которые прошли на телеканале ABC News. Естественно, сегодня об этом огромное количество публикаций, продолжаются обзоры, аналитика и так далее происходивших дебатов 10 сентября. В течение 90 минут кандидаты в президенты отвечали на вопросы, которые задавали двое ведущих ABC News, Дэвид Мьюер и Линдси Дэвис. Нынешние дебаты отмечают СМИ. Важный момент президентской гонки в преддверии выборов 5 ноября. Национальные опросы показывают, что разрыв между кандидатами по-прежнему очень невелик. Перед дебатами многие наблюдатели задавались вопросом о том, как Харрис и Трамп, которые никогда не встречались, будут приветствовать друг друга. И Харрис подошла к Трампу на сцене, протянула ему руку и представилась. Кандидаты пожали друг другу руки. Вначале Харрис заметно волновалась, но это не помешало ей перейти в атаку и начать навязывать Трампу темы для разговоров, в расчете на то, что он будет выглядеть оторванным от реальности. Так, она заявила, что посетители предвыборных митингов Трампа уходят с них, не дождавшись окончания. Такое покушение на предмет особенной гордости Трампа неизбежно разозлило лидера республиканцев, и он принялся это заявление опровергать и в ответ рассказывать о мизерной посещаемости ее, Камал и Харрис, митингов. Каждое подобное отвлечение, понятно, отнимало время от его заготовленных аргументов. В уступительном слове Харрис представила себя как перспективного кандидата и сказала, что Трамп на дебатах будет следовать тому же, как она заявила избитому сценарию. «Я верю в амбиции, стремления, мечты американского народа, и поэтому именно у меня есть план по созданию того, что я называю экономикой возможностей», сказала Харрис. Но Трамп ответил, послушайте, у нас ужасная экономика из-за инфляции, которая на самом деле разрушает страну. Харрис подвергла критике намерение Трампа увеличить пошлины на импорт иностранных товаров, и она сравнила это предложение с налогом с продаж для среднего класса, в то же время представляя свой план о предоставлении налоговых льгот американским семьям. «Это не приведет к повышению цен», – сказал Трамп, защищая свое предложение о введении пошлин на импорт товаров. Тональд Трамп оставил нам, цитирую, «самую высокую безработицу со времен Великой депрессии», сказала Харрис, имея в виду годы президентства Трампа с 2017 по 2021. Факт-чекинг говорит о том, что это совершенно неверное заявление. Времена Великой депрессии – это 1929-30 годы. У нас были еще такие же уровни безработицы и в начале 2000-х. Так что это заявление Харрис, оно, в общем-то, лживое. «То, что мы сделали, это навели полпорядок в беспорядке, устроенном Дональдом Трампом», – сказала Харрис. Но Трамп раскритиковал Харрис за инфляцию, которая наблюдалась в период правления администрации Джо Байдена, хотя и преувеличил уровень роста цен. Он также быстро перешел к проблеме эмиграции, снова заявив, что эмигранты, как он сказал, из сумасшедших домов пересекают южную границу США с Мексикой. «Инфляция, по его словам, стала катастрофой для людей, для среднего класса и для всех классов. То, что вы услышите сегодня вечером, – ответила Харрис, – это подробный и опасный план под названием «Проект 2025», который бывший президент намерен реализовать, если его снова изберут». Трамп, опровергивая слова, заявив, что он даже не читал «Проект 2025». «Трамп решил защитить решение Верховного суда 2022 года, которое отменило конституционную защиту права на аборт и передало этот вопрос на усмотрение отдельных штатов. Я оказал всем большую услугу, сделав это. Для этого требовалось мужество», – сказал Трамп на дебатах. Экс-президент также заявил, что в некоторых штатах разрешено делать аборты после рождения ребенка. Но это утверждение было поправлено модератором ABC News Линдси Дэвис. Трампа спросили, наложил бы он вето на федеральный запрет на аборты, если бы такой закон был принят Конгрессом. И он заявил, что этого никогда не произойдет, но не дал прямого ответа. В свою очередь, Харрис выразила возмущение утверждением Трампа о том, что передача вопроса абортов на уровень штатов была популярным решением, сославшись на штаты, где были введены строгие ограничения. «Люди этого хотели?» – спросил Харрис. Но она, в общем-то, разговаривает в таком тяжелом тоне. Она все время указывает какие-то вещи, она просто так нарративно и бездоказательно заявляет. Ну, такой популизм в самом, что называется, явном виде. Дальше цитирую Харрис. «Людей лишают помощи в отделениях скорой помощи, потому что медицинские работники боятся оказаться за решеткой. Более чем в 20 штатах введены запреты на аборты Трампа, как она сказала, которые криминализуют оказание медицинской помощи врачами или медсестрами», – сказала Харрис. «Эти запреты не предусматривают исключений даже в случаях беременности вследствие изнасилования или инцеста. Подумайте, что это значит. Жертвы преступления, пережившие насилие, больше не могут принимать решение о том, что будет происходить с их телом в дальнейшем». Отвечая на вопрос модернизатора о нападении боевиков Хамас, это организация террористическая, признана террористической в Соединенных Штатах, на Израиль 7 октября 1923 года Трамп повторил свой уже звучавший ранее тезис, что нападений бы не произошло, будь он президентом Соединенных Штатов. Кстати, подобное заявление он произнес и касательно полномасштабного российского вторжения в Украину, заявив, что будь он президентом в президентском кресле, Россия, как он сказал, никогда бы не вторглась в Украину. Он добавил, что хорошо знает президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. И Трамп продолжил. «Взгляните на ситуацию с Куситами и Йеменом, с тем, что происходит на Ближнем Востоке. Этого бы не произошло. Я бы разрешил это быстро. Война между Украиной и Россией закончилась бы, если бы меня выбрали президентом. Я бы завершил ее еще до того, как стал президентом». Ну, в ответ Харри заявила, что политика ее оппонента по вопросам национальной безопасности и внешней политике слаба и неправильно. Цитирую, хорошо известно, что она обожает диктаторов. Сказала кандидат от демократов. При этом она добавила, что, как он сам говорил, он хотел бы сам стать диктатором самого первого дня в Белом доме. Ну, в общем, она делала такие заявления, на которые даже трудно понять, что ответить. Но, опять-таки, это все вот в этом нарративе зауча школы. Она всех учит и знает, что делает. Она единственное знает, видимо, в Соединенных Штатах, как идти к светлому будущему. Хорошо известно, дальше говорит Харрис, что он сказал Путину, что тот может делать все, что ему вздумается, то есть Трамп. Торгаться в Украину, хорошо известно, что он назвал гениальным момент, когда Россия вторглась в Украину. Сказала Харрис, но то, о чем она говорит, похоже, хорошо известно только и одной. Вице-президент также обвинила кандидата от республиканцев в том, что тот любезничал с главой КНДР Ким Чен Ином. И Харрис считает, что диктаторы и автократы просто ждут, не дождутся возвращения Трампа на пост президента потому, что смогут им манипулировать. Опрос, проведенный в августе Associated Press Network, показал, что американцы не отдают предпочтения ни одному из кандидатов в вопросе разрешения войны в Украине. Около 40% респондентов заявили, что доверяют обоим претендентам на президентский пост по этому вопросу. Если в 2016 году демократы пытались найти российский след в штабе республиканцев, то вечером 10 сентября Трамп попытался разыграть эту карту. Он заявил, что Байден полностью коррумпирован и, как пример, привел 3,5 миллиона долларов, которые его сын Хантер получил от Елены Батуриной, жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Речь идет о денежном переводе, который в 2014 году поступил на счет инвест-компании, связанной с Хантером Байденом. Про отношения США с Китаем модераторы вообще не спрашивали и сами кандидаты не поднимали эту тему. В своей финальной речи вице-президент сравнила свое видение политического курса страны с видением своего оппонента, заявив, что в ее случае подход нацелен на будущее, тогда как подход Трампа сфокусирован на прошлом и является попыткой вернуть нас назад, как сказала Харрис. Камала Харрис заявила о своем стремлении создать экономику возможностей. Она упомянула планы инвестировать в малый бизнес, в новые семьи, как она сказала, в меры по защите пожилых, в то, что мы можем сделать для трудолюбивых людей, чтобы снизить их расходы на жизнь. В общем, все у вас будет в порядке. Если я стану президентом, я всем раздам, каждой сестре по серьге. Харрис упомянул, что, среди прочего, необходимые защиты фундаментальных прав, включая репродуктивные права женщин, и отметила необходимость того, что Соединенные Штаты обладали самыми сильными вооруженными силами в мире. Утверждение Харрис о том, что Трамп якобы 60 раз пытался отменить введенные Обамой реформы здравоохранения, не соответствует действительности, это показывает факт-чек Нью-Йорк Таймс. Другой пример фейк-ньюс от Харрис, ее слова о том, что при Трампе были самые высокие показатели безработицы со времен Великой депрессии. То, что я уже говорил, хотя на самом деле такие цифры были в двухтысячные, отмечает факт-чекер CNN. В целом, Харрис обвиняла Трампа в экономических проблемах, которые были вызваны пандемией коронавируса. Но ведущие не занимались факт-чекингом заявления Харрис, и это вызвало обвинение в предвзятом судействе. Ведущие просто набросились на Трампа, и в студии трое было против одного, так посчитала журналистка Мэггин Келли. Союзник Трампа сенатор Линдси Грэм заявил, что модераторы вели себя крайне предвзято, как будто они на зарплате у демократической партии. В своей финальной речи Харрис несколько раз прибегала к примирительному тону для обеих партий. Она заявила, например, что во время работы прокурором не спрашивала, кем является ее клиент, слава богу, демократом или республиканцем, а интересовалась лишь, как она сказала, в порядке ли он. «Я планирую стать президентом для всех американцев», – пообещала она. В своей финальной речи Трамп сфокусировался на критике Харрис, упрекая ее в том, что она не реализовала свои сделанные во время президентской гонки обещания за период работы в Белом доме вице-президентом. Цитирую Трампа. «Она была там, в Белом доме, и, кстати, продолжает оставаться, три с половиной года», – сказал кандидат от республиканцев. У них, то есть у Байдена и у Харрис, было три с половиной года, чтобы решить проблему на границе. Три с половиной года, чтобы создать рабочие места. Почему она этого не сделала? То есть, когда Харрис говорит о прекрасном будущем, которое она построит, почему она ничего не делала в настоящем, с 2020 года, будучи вице-президентом Соединенных Штатов? Трамп также обвинил Харрис в том, что она, как он сказал, верит в вещи, в которые американский народ не верит, упомянув в качестве примера политику фрекинга. Ну, фрекинг – это добыча нефти и газа путем гидроразрыва пласта. Также Трамп упомянул и добычу полезных ископаемых. Он пообещал перестроить, как он сказал, наши вооруженные силы, а также в очередной раз раскритиковал текущую миграционную политику США. «Худший президент и худший вице-президент в истории нашей страны», подытожил Трамп свое выступление. По правилам этого раунда дебатов, микрофоны были отключены во время заявления оппонента, но это не помешало Харрис и Трампу перебивать друг друга. В этот раз во время дебата в зале не присутствовала аудитория, а экспресс-опрос, проведенный после дебатов к телекомпании CNN, показал, что, по мнению зрителей, победителем дискуссии вышла Харрис. Так посчитали 63% опрошенных. Оставшиеся 37% присудили победу Трампу. Для Камала Харриса эти дебаты стали первыми. Чего не скажешь о Дональде Трампе. Для Трампа, для экс-президента, это уже седьмое подобное мероприятие с 2016 года. Я напомню, кстати, в 2016 он проиграл три дебата, были три раза дебаты, и все он проиграл Хиллари Клинтон. При этом, как вы знаете, выборы-то он выиграл и оказался президентом Соединенных Штатов. Клинтон проиграл. Ну, в общем, для экс-президента это уже седьмое подобное мероприятие 2016 года, и национальные опросы показывают, что борьба между кандидатами остается напряженной. Это делает дебаты важной трибуной, чья целевая аудитория, естественно, неопределившиеся избиратели. Опрос New York Times, Сиена Калыч, опубликованный в воскресенье, показал, что Трамп лидирует на общенациональном уровне с поддержкой в районе 48-47%. При этом газета упоминает, что Харрис опережает в среднем по нескольким опросам в трех ключевых колеблющихся штатах – Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Оба кандидата разделили первое место в четырех других важных штатах – Аризоне, Джорджии, Невадии и Северной Каролине. А другой опрос, проведенный PBC, NPR и Marist, показал, что Харрис опережает Трампа на один пункт – 49% против 48%. При этом авторы опроса подчеркивают, что этот результат находится в пределах погрешности. Другие соцопросы отдают небольшое преимущество – Харрис, но во всех них разрыв между кандидатами столь велик, что исход предстоящих в ноябре выборов сейчас не может предсказать никто. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу. Субтитры создавал DimaTorzok